Друзья, ну что, доброе, а главное, солнечное утро в Санкт-Петербурге и это ли не лучшая возможность, чтобы отправиться все вместе на пробежку? Кстати, тем более сегодня это будет не просто пробежка, а начало восхождения к вершинам математического знания. А все потому, что Санкт-Петербург вновь принимает Международную математическую олимпиаду. Кстати, за моей спиной находится главный и старейший корпус Российского государственного педагогического университета имени Герцена, а он в следующем году будет отмечать 225 лет. Так, а 225 это два в кубе, два в квадрате. Ну, в общем, пойдемте, сейчас у кого-нибудь спросим. Ой, Рома, ты? Саша! Привет! Привет! Ну что, ты из предыдущего открытия Международного математического перемена прямо здесь? Я практически не уходил, конечно. Нет, но вообще-то вот сейчас здесь оказаться, это, ну, что-то удивительное. Я же помню, мне кажется, никогда такого не было, чтобы в Герцена люди писали со всего мира. Ну вот мы помним, как пульс планеты математически здесь бился. И вот эти сообщения, я помню, Куба, Эквадор, Перу, Япония. Бразилия, Бразилия, ты помнишь, как ребята там болели за своих? Да, очень активно. А ты-то сам вообще вдохновился заниматься математикой? Могу тебе сказать, математика никуда не уходила из моей жизни, потому что один замечательный человек из этого мира много лет назад объяснил мне, что музыка – это чистая математика. Я обожаю музыку, поэтому, в общем, я считаю, что математика в моей жизни присутствует ежедневно. А в школе у тебя было с математикой, получается, ну, как с музыкой? Вот в школе у меня с математикой просто был шипах. Да, друзья, я должен признаться, какие-то, так сказать, больше тройки там существовали. Но при этом я был любимым учеником моей замечательной учительницы, потому что ей нравились мои какие-то литературные истории. Потом я занимался в Эрмитаже, я приходил об этом рассказывал. И она понимала, что я про другое. И как-то даже вот это какое-то было чудо, потому что она была зауч, очень серьезный педагог. Но, несмотря на мои тройки, очень меня любила. Эдик, ты тут? Да, я здесь. Так, ну, привет. Привет. Вообще, нам всем безумно интересно, вот чем эта аудитория, вот вообще, как тут и чем все нашпиговано. Давай рассказывай. Здесь появятся две камеры. Одна будет смотреть за пишущими Олимпиаду. Вторая будет смотреть на тех, кто сканирует документы, чтобы не было ошибок, чтобы не было апелляций. В общем, все в кадре. Да, все в кадре. И, соответственно, будет стоять три многопоточных сканера, которые будут отправлять документы в комиссию. Значит, вот так вот все подпересмотрим, и все абсолютно честно, а главное быстро, качественно. И что? И все в кадре. Вот это парсап. Вот это парсап. Ребята, вы там не открываете. Это будет матичный олимпиад. Ребята, вы только посмотрите, какой у нас классный павильон в этом году. Кстати, Рому мы уже озадачили, показали ему всю площадку. Ну, пускай он пока там обживается. А у нас еще есть много интересного, поэтому мы с вами отправляемся в студию нашего дневника. Так что еще посмотрим. Так, ну все, по-моему, хорошо. Нет? Так, вот так. Нормально? Ну что, друзья, вот мы с вами оказались в студии, откуда мы проведем дневники нашей международной математической олимпиады. Прямо скажем, здесь довольно удобно. Стулья такие солидные, я себя чувствую буквально поздно. Ну а с помощью экрана, который за моей спиной, давайте вспомним, как это было в прошлом году, и немного поговорим о цифрах, так чтобы предположить, как пройдет олимпиада в этом. В этом году это вторая олимпиада в Санкт-Петербурге и 62-я в общем зачете. В ней примут участие 630 участников из 109 стран, ну а координировать все это будет 100 человек. Цифры, прямо скажем, грандиозные. Ну а значит, будет точно интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья? Вот мы и приехали на еще один адрес нашего сегодняшнего дневника, и это отель Краун Плаза. Ну а как иначе, события-то всемирного масштаба. И здесь мы встретимся с интересными людьми, которые то и дело придумывают отнюдь непростые задачки для наших участников. Ну что, пойдемте? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, а мы с вами все еще находимся в отеле Краун Плаза, и нам удалось ненадолго отвлечь от важных дел Павла Ковжевникова, который является председателем Координационного совета Олимпиады. Ну и сейчас мы узнаем у него пару вопросов, мы зададим, и узнаем что-то обязательно новое и интересное. Павел, здравствуйте, как ваше настроение сегодня? Здравствуйте, пока работа не началась, отлично. Слушайте, а вот если о работе в этом году, вот, может быть, расскажете, все-таки все будут удаленно заниматься проверкой, обработкой работ, или как-то вот найден какой-то более оптимальный способ? Нет, большинство координаторов собрались здесь, и это очень хорошо, это способствует качеству работы, но 20 человек к нам подключатся из-за рубежа онлайн. А коммуникации вообще между координаторами как-то происходят? То есть всегда вот между теми, кто сидит, в общем-то, рядом и проверяет работы, и между теми, кто находится дистанционно. Как это вот там? Приоткройте завесу тайны, пожалуйста. Ну, два года назад мы и не думали о таких вещах, про все происходило in person, как говорят, очно. Но в прошлом году пришлось привыкнуть, это сработало. В этом году, надеюсь, сработает еще более гладко и качественно. А все-таки, ну, то, что летом в этом году у нас довольно так Петербург балует, хорошая погода, как, думаете, не помешает этой работе координаторов в тем, чтобы вот... Надеюсь, что поможет. Павел, ну, и давайте еще пару слов поговорим немножко о координаторах. Вот координатор вообще, кто он? То есть вот какая у него должна быть квалификация, какой-то уровень знаний, может быть, ученая степень? Ну, ученая степень здесь желательно, но не обязательно, но обязательная вещь. Координатор должен быть экспертом очень высокого уровня, иметь огромный опыт в проверке, в составлении Олимпиад. То есть знать в этом толк. Потому что случаи бывают очень сложные, и проверка олимпиадных работ школьников, лучших школьников мира, это огромная кропотливая работа. То есть она действительно требует максимум усилий от таких специалистов. А как вот происходит проверка в каких-то сложных ситуациях? Вот есть ли спорный какой-то момент? Как вот ведут себя координаторы в такой ситуации? Ну, обязательно какие-то общие дискуссии. Заранее вырабатываются сложные многоступенчатые критерии на всякие такие случаи. И, ну, обязательно утверждение оценок с руководителями команд. На это тоже выделяется специальная процедура, специальное время. Все это очень, поверьте, непросто. Но обычно все происходит качественно и на уровне. А вот кто-нибудь из участников прошлых лет когда-нибудь входил в состав уже координационного совета, координационной группы? Конечно, это все опытнейшие люди. И большинство многократно участвовали в международных олимпиадах. Ну, есть некоторая ротация состава, есть и молодежь у нас, и замечательные студенты, на которых мы возлагаем надежду большую. Это бывшие олимпиадники, бывшие медалисты международных олимпиад. Это мощнейшие ребята. У нас отличная команда. Вот, например, Миша Иванов, который золотой медалист международной математической олимпиады 2017 года. И вот в этом году уже член команды координаторов. Когда ты решал олимпиадные задачи на такого уровня, в общем-то, такой сложности, ну вот что тебя заставляло превозмочь себя и найти какое-то изящное решение? То есть ты болел за команду, может быть, за себя, за вот как бы... Что тебя вот сподвигло на это? Ну, ключевой математер, наверное, все-таки, любовь к математике, потому что мне интересно решать задачи. Поэтому в первую очередь, когда я решаю эти задачи, я как бы получаю удовольствие, стараюсь... Вот как бы авторы задачи, они придумают для меня какую-то загадку, какую-то прикольную штуку, и вот моя задача ее найти и сказать, ааа, вот что авторы для меня придумали. Ага, ааа, все и понял. Слушай, а может быть, ты вот пару слов, ну, какое-то небольшое напутствие для тех, кому еще только предстоит в этом году решить вот эти ай-да-классные задачки, вот может быть, какое-то небольшое напутствие, что бы ты ребятам пожелал? Участникам? Да. Ну, никогда не сдаваться. И в частности, на этой олимпиаде, если чувствуешь, там, целых два часа ничего не решается, это еще ничего не значит, там, в конце, может, внезапно... То есть математика такая штука, что в ней успех достигается за счет открытия. Это открытие может в любой момент произойти, вдохновение может нахлынуть в любой момент, поэтому ни в какой момент нельзя отступать, надо до конца бороться за каждый балл. О, действительно звучит очень воодушевляюще. Я думаю, что ребятам, которые в этом году будут писать и решать олимпиадные задачи, это будет очень полезно, это напутствие, но главное всегда найти, видимо, пять минут, чтобы немножечко собраться и, конечно же, всегда быть открытым к тому открытию, которое тебе предлагает олимпиадное задание. Могли бы вы сказать, откуда вы прилетели? Я из Мексики, меня зовут Луис Эдуардо Гарсио, я один из профессоров Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге в этом году, 2021. Как прошел полет? Ну, он был чуть дольше, чем я желал, но ничего, я очень счастлив быть в Санкт-Петербурге и работать с российскими коллегами, это прекрасно. Пару слов о заданиях. Участники прошлого года говорили, что задания были очень сложными. Думаете, в этом году они будут такими же, вот как вы ожидаете? Я не знаю, я еще не видел эти задания, но я думаю, что ведь это одна из сложнейших олимпиад в этой сфере, да? И мне кажется, что задания будут сложными, как и всегда. Разница в том, что все в этом году, в отличие от прошлого года, все организаторы смогли приехать, быть здесь всем вместе. В этом большое отличие. Все прошедшие три недели мы много работали над решением невозможных преград, и теперь большинство участников здесь, в Санкт-Петербурге. Это решительно отличается от предыдущего года. Как вы думаете, кому под силу задания Олимпиады? Это зависит от стечения многих обстоятельств. Человек должен обладать талантом, много практики и тренировок, и, конечно, он должен быть удачливым. Иногда у каждого случаются мелкие неприятности, недосып в преддверии решения сложных задач, или, допустим, несколько нелепых ошибок, и потерял важные баллы. Я думаю, удача просто необходима. Бывает, что встречаются неожиданные задания, и человек не всегда может ожидать от себя их решения. Для каждого участие открывает большие возможности, поэтому не стоит расстраиваться, если что-то не выходит. А теперь, друзья, давайте зададим пару вопросов председателю жюри текущей Олимпиады Назару Хангедеевичу Агаханову. Ну что, добрый день. Добрый день. Большая честь для нас сегодня успеть вам задать пару вопросов. Ну вот расскажите, жюри такое у нас большое, многонациональное, и в этом году даже немножко дистанционное. Вот как вообще вы считаете, как организовать работу такого жюри? Ну, это вообще традиция Олимпиады международно-математической, что жюри состоит из руководителей сборных. Так они очень почетные звания носят, лидер страны, лидер команды. Ну, это про немножко другой термин. Вот. И они принимают основные решения по проведению Олимпиады. Но для того, чтобы руководить этой группой, необходимо, конечно, чтобы кто-то за эту организацию отвечал. Ну вот в этом году мне выпало честь быть председателем жюри Олимпиады. А так, в общем-то, всегда, если Олимпиада проводится в какой-то стране, то, соответственно, представитель этой страны является председателем жюри Олимпиады. Ну, я думаю, что многим нашим зрителям будет интересно. Вот, учитывая то, что состав жюри многонациональный, все выступают, да, то есть у каждого есть свое слово. А на каком языке вы говорите, помимо математического, так, чтобы все друг друга поняли? Ну, конечно, математический язык нас объединяет. В общем-то, официально на Международной Олимпиаде есть пять официальных языков. Ну, основной ведущий английский, а также русский, испанский, французский, немецкий. Другое дело, что, в общем-то, стараются выступать руководители команд на английском языке, потому что большинство в этом случае их понимает либо как-то на одном из официальных языков, но есть договоренность о том, что когда проходит голосование, то мотивы голосования обязательно переводятся на все пять официальных языков. Вот если в обычном спорте есть оценка за технику, за артистизм, да, то вот жюри ставят ли какие-то баллы, например, ну, за какую-то легкость, изящность и, может быть, артистичность решений? Вот есть ли какой-то такой критерий у вас, может быть, вы нам подскажете? Вообще всегда хочется, чтобы выделился какой-то ребенок, который, ну, молодой человек, который предложит что-то интересное, необычное, в общем. Ну, с другой стороны, на это шансы так невелики, как я сказал, что чем лучше работает задачный комитет, тем меньше шансов найти что-то, увидеть необычное. Но, тем не менее, мы надеемся, что, конечно же, в этом году будут интересные, яркие выступления школьников и интересные, яркие решения, которые вот пополнят сокровищницу олимпиадной математики. Ну что, друзья, вот мы с вами и на крыше Герценовского университета. И сегодня это не только одна из самых красивых крыш Санкт-Петербурга. Совсем скоро, буквально через, ну, пару мгновений по моим расчетам, эта крыша станет крышей всего математического мира. А все потому, что над ней будет поднят флаг Международной математической олимпиады. Ну что, давайте посмотрим. Ну что, поднятие флага уже буквально на финишной прямой, а это значит, что Международная математическая олимпиада буквально на старте. Поэтому обязательно следите за тем, как будет проходить Международная математическая олимпиада, которая снова в этом году проходит в Санкт-Петербурге. Ну и, чтобы посмотреть то, что невозможно посчитать, смотрите в дневниках. Международной математической олимпиады. Международной математической олимпиады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова